Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Dite21. И мы продолжаем проходить игру «Мафия 2» и у нас глава седьмая памяти Франческо Потенца. Эмпайр Бэй, 10 апреля 1951 года. Галанта не соврал. Он устроил так, что я вышел на свободу пораньше, почти что на четыре года. Джо навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли, но выйдя из ворот, я оказался просто в новом мире. Мда, всё изменилось. Я сам удивился. Хотя это уже 1951 год. Так, всё, меня отвезли в джо. Видите, здесь уже машины новые. И даже полицейские новые машины. Хотя вот этот вот ещё осталась такая машинка. Драться я могу. Вот, хорошо. Ну, как вы помните, мы пробыли в тюрьме, как, по словам Вита, почти шесть лет. Ну, нас за четыре года выпустили до этого. До нашего освобождения. Галанта нам помог. Мы ещё в предыдущем летсплее я дрался с многим и даже с одним педофилом. Толстенький такой был. Ну, вот и мы. Как вы помните... Вита! Ты из тюрьмы сбежал! Чёрт! Как же я рад видеть тебя ни в Робе, ни за решёткой! Добро пожаловать домой! Заходи! Так что сейчас мы почти как бомж. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, офигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. А ещё у меня сюрприз. Мы празднуем твоё возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасён. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я возглаялся, что тебя там исправят. Да, я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решёткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе всё покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждём? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, чёрт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Хм, это хорошо. Возьмём мою тачку и поедем смотреть квартиру. Для меня наконец-то к выхлопу отели. Хоть что-то нормальное. Надеюсь, за решёткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дёргаешься? Это же как на велике. Но знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Хм, интересно, постойте, а... Ух ты, так ещё даже старые машины сохранились в нашем гараже. Моя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Ой-ой-ой, не-не-не, продолжите. Блин, себя нажимаю. Escape. Ну... У-у-у, а у Джо-то и машина новая. Похоже, опять же на полицейскую. Как и тогда. У полицейских такие же машины, как у Джо. На помаде. Пока тебя не было, но теперь нам сам чёрт не брать. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Климент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошёлся с семьёй Фалькона, и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, всё равно не расскажусь. О, Боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Эй, ты же прекрасный проехал. Да пофигу, никто нас не запалит. Хотя тачка-то у тебя получше. А радио здесь интересное новое появилось, нет? Не, всё, их также ещё три. Поддадим газку. Так, ладно, ладно, ладно. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди, верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джон. В переулке? Большое спасибо. Да, и насчёт сегодня. Пойдём в серьёзное место. Так что купи костюм. Туда не пустят в виде... Ну, он у меня вроде бы есть, но я, конечно же, не помню. Да, много чего изменилось. Ну, что ж, пойдёмте смотреть квартиру. На верхнем этаже. Ууу, да это же хорошо. На самом верхнем этаже. Всё буду видеть. Во всех можно будет пострелять. Ну, вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. Ну, понятно, кровати. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сад. Есть вопросы? Задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. Здесь как GTA 4 можно стул двигать. А, я его опрокинул. По сути, а где здесь телефон? Ну-ка, взять еду из холодильника. Бутылка пива, бутылка колы, классический сэндвич. Да, мне нужно, пожалуй, подкрепиться. Нифига себе, как быстро Вито всё схамкал. Так, так, всё-таки посмотрим, где он... А, вот он телефон. Ой, телефон тоже стали посовременней. У-у, ванная. Вот, вот как раз и я отсюда здесь вот ванной. А, сюда с оружием нельзя. Нормально так. Ну, это опять всё не про гружение текстур. Ну, хотя вот здесь уже как-то хоть похоже. Ладно. Давайте... Ой, точно, нам же надо в шкафу порыться. У нас же был тогда ещё костюм. Надеюсь, он всё ещё... Актуален. Хотя этому костюму уже лет десять, наверное. Всё. Сэээ! Поеду к следующему клиенту сам. Стоит здесь, курит. Был бы я зоб, спалил бы его. Ладно, ладно, давайте спускайся ещё быстрее. А где... Гараж слева за углом. По сути, я не понял. А, вот здесь что ли? О! Ну что ж, прокатимся на новой тачке. Надеюсь, отмычки всё ещё работают. Конечно, работают. О, чё. Чё. Смит Делюк Стейшн Вагон. По-моему, у него есть... По-моему, в реальности такая машина есть. Ну, имеется до похожей, не знаю, с таким же названием. Ой. Ну. Да ты проезжать будешь, нет? Актуален. 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 Машины, кажется, стали быстрее. Ну, может быть, нет. Выпален, мне кажется. Да, но Эмпайр бы изменился. Даже не думал, что за пять лет так всё изменится. Вроде бы. Хотя и война-то уже закончилась. Что хорошо. Но всё-таки я не думал, что Вита просветит тюрьме целых почти шесть метров. Здесь уже даже можно не ускоряться. Поз потихоньку ехать. Машина сама едет. Можно эту машину даже в гаражке ставить. Как первую машину, на которой, ну, первую кратеную машину в тысячи девятьсот. Сколько в этом гараже вообще машин-то поместилось? Я сейчас открываю, а там до потолка. Так, и... Бежим, 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 бежим. Опять. А, нет, другой уже работник. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Понятно. Хм, звоним в дверь. Не открываем. О, а вот он. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь? Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохваждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну? Сейчас увидишь. Вот и он. Э, Джо, а вот и... Как дела? Неплохо, неплохо. А это значит твой дружок? Да. Это мой друг Вито. Вито. Мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вито. Ребятки, я умираю, хочу выпить. Поехали. Хм, понятно. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только что сюрприз. Ха-ха-ха. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. О, вот эта машина. Ну, что, нормально. Не испортился. Похоже немного на Хадсон 50-х годов. Не бойся, все увидишь. Да ладно, можно? Ой! Ужасно обижен на того заправщика, который меня спалил. Надо было его застрелить. Надо было ему отдать, чтобы он не продал деньги, а потом каждого застреливать. Причем, даже так. Я говорил о тебе с Лео Галанта, Вито. Он рассказал мне, что Клемента пытался вас кинуть, и сказал, что ты парень надежный. Но слушай, между нами, почему ты вообще этим занялся? Понятно, у каждого свои причины, но... Ха-ха, ну... Потому что... Понимаешь, я не хотел пойти по отцовской дорожке, и... Я просто понял, что никто мне не поможет. Только я сам. Ну, ладно, ничего. Да, хорошо. Да. Все, детка, Кэш. Так, Вито, слушай. Я работаю на Карла Фалькона, и мы собираемся расширяться. Джо уже некоторое время на нас работает, и раз ты его друг, мы тебе хотим сделать предложение. Что скажешь? Ну, я заинтересован. Окей, выпьем за это. За вас, ребята. И за общее светлое будущее. Мне сегодня много пить нельзя. У меня есть одно дело. А пьет, как водонос. Как один из сенаторов. Нет. 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 Карла умный. Он шарит в этой... А, это вот здесь вот, что ли? Астрологии. Может, астрономии? Иди ты, звезда сушения. Ты что, других слов не знаешь? Извините, дамы, но мне пора. Закрой мне тут свой хавальник. Если нечем рот занять. Поехали. Вы это слышали? Эй, Джо, подъем! Идиотские танцуют. Я домой. Я домой. Я домой. Ну, я спокойной ночи. Собоходу, с собой себе, что обзор по мафии. Да, что-то чересчур мы выпили. Эй, где моя машина? Ее сперли. Эй, зовите копов, вашу мать. Вот алкаша. Вот он. Постойте, а... Мне надо их подбирать. Эй, а ключи мои где? Витов поведет. Он из нас всех самых тревог. А в следующий раз больше кислок, меньше пьянок. Да вы сядете уже или нет? Алкоголики, чертовы. Да, все-таки идут. Сейчас, наверное, кто-нибудь свалится. А, не, не свалится. Ну, вот и хорошо, епта у вас. Теперь в час ночи здесь пьяных виски. Что это понравилось тебе-то? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Да уж. Думал, что Вита это каждый день делал в тюрьме. Чем это валяет? Леди, ты блеван он, что ли? Пф, блин. Сами же испачкали свою машину. Что за... Да что же, чем тогда смерть в машине? Ну да, и я уйду. Слушайте, а машина спокойно едет. Вообще плавно стали ездить машину уже. Не так резко, как тогда. Да нет, он в багажнике. Что, ну ты еще в багажнике, Ваня? А, ты сам виноват. Я тебе сказал, что мне на... Они, походу, в багажнике еще пыли нашли. А ты взял, я его напоил. Ой-ой-ой. Так, осторожнее, а то они пьяные еще вылетят из машины куда-нибудь. Придется их еще и нести. Да, Витову спокойно. Тащить, тащить пьяных. Будет называться задание. А что тут думать? Закопаем жмурикой, все. Я уже подобрал нестейку. Так, самое главное, с пьяными еще и копов. Копов лучше, лучше не надо. Что? На какую нафиг поляну обсерватории? Только что было написано, отправляйтесь, Джо, вы... Нифига себе. Зачем он туда вообще, а? Поляну обсерватории. А-а-а, ну похоже, это их пьяные желания, как всегда. Блин, мы так тут сейчас и будем кататься по городу целую вечность. И я так и никогда не попаду домой. Ну еще больше веселой музыки. Нет, лучше наоборот, выключить музыку. Потому что вообще-то, когда слушаешь музыку, особенно очень интенсивную, может стошнить. Не знаю, как это влияет, но это работает. Пить надо меньше, но... Пить надо меньше, но... У-у, Эмпайер Бейтон очень красивый. Ой, поздновато. Да блин! Он там, походу, на Джо, плюет. Позвони еще. Эй, машина-то его. В том-то и дело. И тут еще... Да, вонь! Уже некуда. Ну разве что он тут же и нагадит. Так что что случится? Платить ему. Ну или мне. Но я с ней-то ничего не делал, это он все плевал. Вито вообще, не знаю, самый четкий пацан среди всех муфиозов в городе. Не пьет, но курит. Отлично воет машину. Отлично стреляет, хоть иногда и погибает, но воскрешается. Это странно немного звучит. А, вон он, обсерватория. И сейчас они, как всегда, попросят отвезти их домой, как всегда. У меня уже немножко... Извините, но... Ой! Так, так-то царапины есть? Ну, вроде бы нет. Скажем, что это он же и плевал. Ну, здесь парковочка. Что здесь надо? А, точно, понянула обсерватория. Да здесь же вообще, по-моему, ездить нельзя, ничего. Что? Так и надо было. Да, они издеваются, здесь вообще на автомобиле ездить нельзя. Ну, понятно, пьяные же. Ну и что теперь? Так, мы на месте. А, так нам сюда нужно было приехать. Витта, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Лучше две открой. То там вонища уже такая. Мать башу, новые ботинки. Господи боже. Бога в душу, мать. Эдди, сколько он тут лежит? Да, на пару дней. Лидо, ты сам его доставай. О, блин, здорово. Труп, что ли? Сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. Нет. О, о, о. Еще, да, блин. Да он еще и голый. Ты сука. Эй, вот же яма. Вот она. Бросай туда. Сам в нее и упал. Наконец-то, Мадонна. Так. А кто его заролит? Что? Выходи. Я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше. Ты на блюде туда, вот вам и закроется яма. И эти нам тоже не поможут. Ладно, черт с вами. Черт, их сейчас тут еще и искать придется. Эй, парни. А хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бэби. Мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бэби. Мне пора. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Да уж. А, Эдди уже там, ну и слава богу. Я думаю, его. Пьяных в жены квартиру. Ну и понятно. Ну, все-таки теперь тоже ясно, что это было нарочно. А не пьяные желания. А то я-то уж испугался. О боже, как бедный Динок. Проверим поможной путь. Поможной путь хороший. По крайней мере, это сейчас уже хоть поспокойнее. Машина почти не поцарапана. Ну, хотя, я думаю, что к концу путешествия она уже будет поцарапана так, что ее даже сам Эдди не узнает. Ой-ой-ой. Это не Джефферсон провинция. Ой-ой-ой-ой. Это реально Джефферсон провинция. Тут есть машины, которые остались сейчас 1900 45-го года. А у меня сохранены в гараже машины еще и еще давным-давно, но которые были актуальны, а сейчас-то уже вот какие. Сейчас из багажника вываливается еще один. Мне кажется, здесь раньше не было бы с тобой. Что-то. А, это вот... А, это вот... Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ты поддеть не умеешь, епта, что ты поворачиваешь так медленно. Тут у тебя пробка 8-часовая скопится, пока ты повернешь епта. Ладно. Не так же много разбито. на самом деле я разбила тачки больше пусть короче отлить отлягут на пару недель эту машину нельзя поставить гараж я извиняюсь понимаю не лучшее завершение банкета правда я у тебя в большом долгу машина иди оставь тут он на ней завтра домой поедет ты хороший парень завтра посидим поболтаем эй пошли выпьем три часа ночи заткнись идиот заткнись шлюха давай или с тебя хватит пора спать я тебе завтра позвоню вида пока да похоже сейчас придется езжать в свою квартиру нет а ну вот ну что ж ребят пожелаю на этом закончу обзор но продолжу его с вами был я дать 21 подписывайтесь на мой канал ставьте лайки смотрите видео комментируйте задавайте по ним вопросы и всем пока спасибо спасибо